Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня мы с вами начинаем цикл бесед по очень интересной теме, по теме, которой вы очень часто советуетесь друг другу, используя всякие разные полезные и не очень полезные рецепты. И вот сегодня я начну объяснять вам и рассказывать, как все-таки правильно делать. О чем же идет речь? Речь идет об иммунитете у детей. Очень часто родители, встречаясь друг с другом, начинают говорить о том, что у моего малыша снижен иммунитет, а мой часто болеет, что у него, наверное, тоже плохой иммунитет. И что же такое сделать, чтобы этот иммунитет поднять? И вот все эти разговоры не особо имеют под собой какую-то реальную почву, хотя бы потому, что большинство не понимает, о чем вообще идет речь, что такое иммунитет. И вот сегодня мы с вами начнем углубляться в сложенный мир иммунологии, в сложенный мир защиты организма от вредных воздействий. И попытаемся разобраться и понять. Я постараюсь очень доходчиво объяснить вам эту сложнейшую тему в взаимоотношениях человека и окружающего его мира. Итак, я думаю, что многие из вас обратили внимание на то, что сразу после рождения дети очень редко болеют простудными заболеваниями. А если они достаточно долго вскармливаются грудным молоком матери, то такое состояние, то есть отсутствие простудных заболеваний, длится достаточно долго, практически в течение всего первого года, а то и дольше. Дело все в том, что еще в организме матери плоду передается так называемые антитела, то есть защитные тела, к основным инфекциям. Особенно если мама даже в детстве в своем болела детскими инфекциями, то ребенок первого года жизни, а то и полутора лет жизни, этими инфекциями не заболеет совершенно определенно. После рождения эти так называемые антитела, я позже объясню, что это такое, попадает в организм ребенка через грудное молоко. Вот поэтому важность кормления ребенка грудью, она в принципе не обсуждается. Если у кого-то есть сомнения, то это может стать темой следующих наших встреч. И я вам объясню и докажу, что грудное вскармливание ребенку абсолютно необходимо. Так вот, что же такое наш знаменитый иммунитет, любимое слово молодых мам. Дело все в том, что иммунитет – это защитная реакция организма на проникновение любого чужеродного белка в организм человека. То есть как только живой чужеродный белок попадает в организм человека в виде микроба, вируса, какого-то другого живого токсичного существа, простейших, глистов и так далее, организм человека начинает запускаться программа системы защиты. Активизируется выработка определенных клеток крови, активизируется борьба этих клеток с чужеродным агрессором и так далее. И вся эта система направлена на то, чтобы встретить вот этого вот вражеского агента, чужеродный белок его окружить, его уничтожить, для того, чтобы разрушить ту генетическую информацию, которую несет он и которая для организма абсолютно неприемлема. Такие клетки, которые обеспечивают вот эту вот борьбу растворения и поглощения других микроорганизмов, это клетки крови и относятся они к лейкоцитам, клеткам белой крови и имеют свое название лимфоциты, то есть клетки лимфы в основном, в лимфе они находятся, вот, и большие клетки, которые вырабатываются тканями, самыми разными тканями организма, так называемые макрофаги. Макро это большой, фагос это уничтожение, то есть клетки, которые активно уничтожают чужеродные белки. Это так называемый неспецифический иммунитет, то есть это иммунитет, который уничтожает любой чужеродный белок живой, который проникает в организм. Нужен он организму, не нужен, неважно. Чужеродный микроб, чужеродный агент проник в организм, он уничтожается благодаря неспецифическому иммунитету. Кроме того, иммунитет делится на врождённые и приобретённые. И о врождённом иммунитете мы немножечко поговорили. Это иммунитет, который передаётся ребёнку от матери. Начинается эта передача ещё в внутриутробном положении плода, ещё когда ребёнок в чреве матери. Приобретённый иммунитет – это иммунитет, который ребёнок приобретает в течение своей жизни, сталкиваясь с теми или иными инфекционными поражающими факторами и вырабатывает свой собственный, не похожий ни на кого другого, вид защиты. Приобретённый иммунитет тоже делится на два вида. Это клеточный иммунитет, который обеспечивается клетками, как я уже сказал. И так называемый гумооральный иммунитет, который образуется тканями и заключается в том, что клетки запоминают, помнят ту инфекцию тех чужеродных агентов, которые в организм попали, и при следующей встрече они выстраивают свою защиту моментально, и они сразу и успевают активно бороться с инфекцией на ранних стадиях её проникновения. Гумооральный иммунитет осуществляется специальными белками. То есть это не клетки организма, не клетки крови, а специальные белки, которые вырабатываются лимфоцитами и называются иммуноглобулины. Вы довольно часто делаете анализы иммуноглобулинов и глядя в эти анализы не понимаете вообще, что эти цифры показывают. Сейчас я вас с этими клетками познакомлю. То есть что делает, для чего нужен вот этот гуморальный иммунитет, для чего нужны в крови иммуноглобулины? Для того, чтобы помнить и защищать организм человека от проникновения чужеродного белка. То есть иммуноглобулины сами не защищают, это делают лимфоциты. Но иммуноглобулины помнят, они хранят память о тех или иных инфекциях, попадающих в организм человека. Итак, иммуноглобулины делятся, или всего в организме человека, пять видов иммуноглобулинов. Обозначаются они буквами латинского алфавита. Первый вид – иммуноглобулин А. Иммуноглобулин А защищает слизистые оболочки. То есть о чём это говорит? Если повышение содержания иммуноглобулина А в крови человека, значит, есть проблема слизистых. Причём не обязательно слизистые наружные, там рта, глаз и так далее. Это могут быть слизистые внутренние оболочки. Чаще всего внутренние оболочки, слизистые оболочки органов пищеварения, слизистые оболочки органов дыхания, бронхов, лёгких и так далее. То есть проблема там. Поэтому можно говорить о том, что воспалительный процесс или какая-то инфекция находится на слизистой оболочке. Иммуноглобулин М циркулирует в крови и первый встречает чужеродный микроорганизм. Иммуноглобулин G. Он тоже циркулирует в крови, но он появляется позже. То есть повышение иммуноглобулина G в крови однозначно говорит о каком-то воспалительном процессе в организме. То есть воспаление уже прошло, и после этого активно увеличивается иммуноглобулин G, потому что он организму необходим. Следующий иммуноглобулин не очень изучен и не очень известен даже на сегодняшний день. Это иммуноглобулин D. Его и в анализах в принципе не определяют, потому что непонятна трактовка. До сих пор учёные не знают точно его роль в организме человека. И иммуноглобулин E – это иммуноглобулин, который отвечает за аллергизацию организма и не только, скажем, какими-то продуктами, но и паразитами, в частности глистами, лямблиями и прочими паразитами. Поэтому увеличение иммуноглобулина E в организме человека говорит о том, что у него есть либо повышенный аллергический фон, либо какая-то инвазия простейшими, то есть глистная инвазия или лямблиоз, или какая-то грибковая инфекция. То есть речь идёт о проникновении какого-то вот такого организма. На следующих наших встречах мы с вами будем углубляться в процесс иммунитета и способах защиты, повышения иммунитета в тех или иных возрастных периодах. А сегодня спасибо за внимание. Будьте здоровы. До новых встреч.